Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я рада приветствовать вас в этом выпуске программы «Степень культуры». И сегодня речь в ней пойдет о тверском рэпе. Среди вас наверняка найдутся те, кто не считает рэп искусством. Или кто-то скажет, что это современная поэзия. Но сегодня мы не будем давать оценок. Мы просто пообщаемся с теми, кто хочет быть услышанным. Ну а о том, какова же степень их культуры, судить вам. Это рэп-коннект, фестиваль, на который ежегодно приходят те, кто однажды подхватил вирус хип-хопа и с тех пор чеканит рифмы под биты. Основная масса присутствующих – новички. Каждый из них мечтает стать лучшим в этом поединке. Но есть и те, кто, как здесь принято говорить, не первый год в деле. Пусть и не в самых широких кругах, однако известные люди. Сегодня они первыми выходят на сцену, чтобы показать молодым настоящий рэп. Затеял все это Алексей Шляхтин или Алексуан. Именно так он когда-то назвал себя, когда вместе с другом Лаки Ди создавал группу Гравита. Один из самых успешных проектов в тверском хип-хопе. В 2008-2009 годах их хит «Огни ночной Твери», подняв руки вверх, пели фанаты по всей области. За плечами Гравит и пять совместных альбомов. Но все чаще рихнущий киллер Алексуан работает сольно. Сегодня, глядя на молодых, они вспоминают, как все начиналось для них в далеком 2001-м. Мы сами начинали достаточно давно и поднимали вместе со многими безызвестными в узких кругах людьми. Здесь хип-хоп в Твери. Достаточно давно, с 2006 года мы здесь уже выпускаем альбомы, устраиваем мероприятия, фестивали. И я помню, как тяжело, и Бромя поддержит, как тяжело начать, поверить в себя, чтобы добиться чего-то. Поэтому мы даем шанс молодым талантам. Наша с Сашей совместная работа, это, пожалуй, не проект, это просто совместная работа. Несколько лет назад мы друг друга нашли, я даже, честно, не особо помню, при каких обстоятельствах, но Тверь, в принципе, город невеликий. Великий, но невеликий по размерам. Мы пробовали делать и что-то такое, напоминающее панк-рок. Конечно же, панки, рокеры скажут, что это такое, что они сделали, что они сделали какую-то чепуху. Но мы экспериментируем, нам нравится разная музыка. Рэп — это что-то... Рэп — это то, что объединяет в себе как искусство, так и какую-то уличную культуру, такую более бытовую, трэш-шовую, которую вряд ли можно с искусством назвать, но это то, что объединяет, объединяет людей, объединяет несколько стилей. Все почему-то всегда говорят, что рэп — это такая музыка, которая скоро умрет, что она доживет. Несмотря на это, сейчас почти все слушают рэп. Я на самом деле не скажу, что я слушаю только рэп. Я слушаю... Я большой меломан, очень много разной музыки слушаю. Но несмотря на это, рэп — это больше не музыка, это поэзия. Современная поэзия... Современная русская поэзия. Поэтому как может поэзия умереть? Не верю в это. Чем дольше мы пронаблюдаем, как дождь обливает окрестности, тем приятнее будет почувствовать солнечный луч на коже и кануть в нем без вести. Видно мне самому невдомек, как смог я так быстро подсысть на те прелести, которыми ты одарила меня, внезапно, как марш листопада. Если брать, к примеру, хип-хоп, это объединяет как культуру художников, так и культуру танцоров, так и культуру музыкантов, причем абсолютно разных. Поэтому, короче, пусть кто что хочет, то и говорит, рэп — это сила, это сила, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы пришли на фестиваль RapConnect. В первую очередь, поучаствую для того, чтобы доказать, что женский рэп существует. Он не хуже, чем мужской рэп, и мы стоим на одном уровне. Мы хотим это доказать, потому что в рэпе мало девушек. Девушки, которые есть в русском рэпе, они, как правило, пишут про любовь. Вот, то есть песни про любовь, про несчастную, про счастливую. У нас тоже есть история о любви, у нас есть песни про наркотики. Точнее, не про наркотики, а против наркотиков, потому что мы против этого, и мы считаем, что этого вообще не должно быть вообще в рэпе. Я считаю, что рэп не только об этом может быть. Нам очень даже многие люди говорили, почему вы не делаете такую музыку, которую люди будут покупать? То есть то, что будут слушать народ. И вот, ну, как бы, я думаю, Саша со мной согласится, мы просто делаем, в первую очередь, для себя, да, как она сказала. То есть не для того, чтобы там это продавалось как-то или так, а чтобы просто люди слышали и находили себя в наших текстах. Мы хотим, чтобы нас слышали люди, чтобы нас вот искали в наших текстах люди, и чтобы, ну, наверное, выйти как минимум на какой-то российский уровень. Уже в дальнейшем будем говорить о Западе. Жариваем тут, здешних районов мут. Нас тут пропути, люди под мыльной ебетэ. Мы, в первую очередь, продолжаем до сих пор работать, и работали на первых порах, вопреки тому, что это никому не нужно, либо же в силу того, что у нас нет возможности ни физической, ни финансовой, ни вообще нет такого контакта со средствами массовой информации, чтобы, возможно, те люди, которым это нужно, они это услышали. В любом деле, в любом творчестве есть люди, которые делают искусство, а есть люди, которые делают что-то такое напоминающее искусство. Главная проблема, наверное, у тверских рэперов, то, что они ориентируются то ли на других тверских рэперов, то ли я не пойму на кого. В общем, надо выбирать, наверное, другие ориентиры, ставить себе другие цели, и никогда не довольствоваться тем, что имеешь, а стремиться к чему-то большему всегда. А если выделить там Питер, там был стиль Добрая Грузь, да, потом пошел Дэв Джоинт, если взять Южный рэп, там Ростов, Краснодар, у них тоже есть свой стиль. Есть Уральский рэп и так далее. Москва — это такая сборная солянка, но все равно там есть качественная музыка. В Тверском рэпе такого нету, нету своего конкретного стиля. Наверное, поэтому мы пока находимся на таком невысоком уровне, но мы верим, верим в свое дело, верим, что когда-то мы найдем свой стиль, и у нас появятся хорошие, качественные исполнители. Очень я этого хочу, я уже даже готов, как бы, ну, я не знаю, вплоть до того, чтобы кому-то как-то начать помогать, там, корыстно-бескорыстно, это уже вопрос второй. Ну, просто, ну, реально, вот, ребята как будто где-то серьезно еще... В общем, я не понимаю, в каких небесах они витают, и к чему они стремятся, стремятся ли. В двухтысячных попал под волну карат и смоки, до сих пор вынырнуть так и не смог я. Кто я? Навеки определила, музыка неба не поменяла рассудок. Ни одна королева, ненависть слева, рука по сжати, справа плевала в спины. Псевдопатриотов, орава, мама орала, не понимая, что я болен, но оставаясь преданным, я был с собой доволен. Ну, это Мамульна, микрорайон такой, считается пролетарский. Наше любимое место, единственное, наверное, место в городе, которое чем-то отличается вообще. Что могу сказать? Люблю район, все в своем творчестве, пытаюсь рассказать о нем. Мне было 16 лет, был фристайл-баттл, то есть рифмовки на ходу, всем там за 20, я первый раз в жизни попробовал, то есть это и на удивление у меня отлично получилось, я сам того не ожидал и помню, у меня был такой зеленый балахон и все начали кричать зеленый, зеленый. И так, кстати, родилось даже прозвище, никнейм, можно сказать, один из никнеймов. И 2008 год, вот мне 16 лет, я выиграл баттл вместе с Витей Мэйби, это тоже из Мамульна, мой товарищ. Я, знаете, не стремлюсь к популярности, я стараюсь делать для узкого, на самом деле, круга людей свою музыку, не чтобы ее слушал каждый и знал, а наоборот. Лучше пусть меня будет слушать меньше людей, но они будут понимать, о чем я, нежели я буду делать то, что модно или то, что слушает сейчас большинство. Пишу о том, куда живу, пишу, чем душу, обо всем абсолютно, о жизни, о любви, о друзьях, о каких-то мгновениях в своей жизни, о полиции пишу, наше добросовестно. Все социальные какие-то, ну не все, а социальные проблемы поднимаю в своих текстах. В своих песнях мы стараемся сказать о негативе, но самое главное, то что подвести итог, то есть смысл, то что это все ерунда, все можно побороть, то есть и бедноту, и там, не знаю, наркоманию, алкоголизм, то есть у всех какие-то разные пути, но главное верить в себя. Если ты веришь в себя, и у тебя есть цель поставленная, и ты к ней идешь, то надо верить, все как бы получится. Текст отображает тоже мою жизнь реальную, не придуман, не выдуман, не вырос на улицах, ничего такого, живем все в домах, все в семьях, на машинах все хорошо, но мы общаемся с разным кругом лиц, где очень много разных вещей происходит, не очень хороших, о которых мы говорить не будем. И вот важно остаться чистым во всей этой структуре, во всей этой среде, чтобы просто быть собой, не быть серостью. Я держу ответа слова, если надо, будет пусто звоном, не объявят люди, нас Господь осудит. Своим голосом мы выведем толпу из комы, Л.А., мать твою, привет от старой школы. Когда ты раздражен, не лезь на рожон, ты поражен этим, а я с этим рожден, мы подождем немного, и подойдем сзади, подождем, не видно, а времени нам хватит. Мне 24, до 18 я не встречался с девушками, почему? Потому что я знал, что это все несерьезно. Я предпочитал заниматься музыкой, рэп для меня это образ жизни. Я работаю, у меня есть работа, у меня есть семья, у меня вообще все хорошо, но рэп это то, что меня подпитывает к чему-то новому, делать какие-то движения, что-то прям вообще, двигаться. Я не стремлюсь к тому, чтобы люди меня как-то боготворили или считали каким-то кумиром, нет, зачем, это ни к чему. Нет таких людей, которые прям гораздо были бы за мой альбом подать 100-200 рублей, не важно, но нет таких людей, ну и ничего страшного, есть люди, которые просто меня поддерживают и понимают. Это, по-моему, интереснее. Может показаться, что все это юность, бравада, временное явление, если бы не те, кто и в 30 снова надевает толстовку и широкие штаны. МС Кировец. Сегодня на этом баттле он в судействе. Я как человек взрослый имею другую работу, я юрист по образованию, работаю юристом, но для меня это прежде всего состояние души, для меня это отдушина, это способ борьбы с рутиной, способ борьбы с серостью, способ ухода маленько в сторону, в мир эмоций, в мир каких-то развлечений, правильных развлечений. Я не курю, очень-очень ограниченно употребляю алкогольные напитки, всех к этому всегда призываю. Рэп, музыка, музыка, в принципе, для музыканта это все. Я как музыкант, я никогда это не брошу, никогда не перестану, потому что этим я дышу, этим я занимаюсь, с этим я просыпаюсь, засыпаю. Это очень важная часть у меня. Под грузом водора потяжесть угроженый хлеб. Мы двигаем вперед, всех ждет конце туннеля яркий сверх. Я верю в карму и судьбу, постараюсь не злить. Делаю, что должен будет, то, что должно удивить. Если у нас значит свобода найти свое место на улице, в городу друзьям доверять. Они не подставят любить, ненавидеть и смертво оставить. В душе, в умах, лежит впереди долгий путь. Хотя мне давно ушли, 20-м время пытаюсь всю жизнь допануть. Я вижу, ты женат. Как жена на это реагирует? Ну, жена мой самый жесткий хейтер из всех хейтеров. Она не любит мое творчество, мои занятия, потому что я увлекаюсь на обувату, на нее. Ну, частенько ругаемся из-за этого. Ну, это ладно. Дальше подробностей оставаться не буду. Ну, ты все равно так продолжаешь? Да, да я умру. Мне будет 60, я буду ходить в кедах, в кроссовках. В любом случае, никто не будет делать хип-хоп просто так. То есть, это состояние души, в первую очередь. То есть, каждый делает именно... Ну, то есть, ты не можешь людям... То есть, если ты врешь, да, читаешь и врешь, то человек не будет тебя не слушать, твои песни. То есть, любит тебя воспринимать вообще ни как рэпера, никак. Вот. А если ты от души делаешь, то есть, пытаешься донести именно свои мысли, вот, пишешь то, что было с тобой, пишешь правду, пишешь свои переживания, люди находят там себя, и им становится интересно. Если рассматривать жизнь с позиции хобби, это то занятие, которое не приносит тебе денег, да, то это, наверное, пока хобби. Но если рассматривать с другой стороны, каждый человек должен себя в чем-то найти. И я нашел себя в этом. Я считаю, что это вроде бы получается. Некоторые люди с этим соглашаются. Я буду дальше расти. Пока, понимаешь, я занимаюсь этим, пока вижу прогресс сам. Да, я чувствую, что я развиваюсь, у меня получается лучше и лучше. Я этим занимаюсь. Если я пойму когда-то, что все, я затупил и начал, не дай бог, катиться вниз, я скажу... Загорается свет, потухает страх, пока она видит страсть на глянце изумрудных глаз. Пока потенциал не раскрыт до конца, и не пропала душа, я продолжаю играть. Загорается свет, потухает страх, пока она видит страсть на глянце изумрудных глаз. Пока потенциал не раскрыт до конца, и не погасла искра, я продолжаю играть.